всем здравствуйте канал семейная экоферма меня зовут владимир да там на заднем плане у нас чихает индюшонок заказал им антибиотик завтра должен уже прийти пропоить их закончились у нас наконец-то дожди птицу надо пролечить потому что много кто простудился и галашейки и индюшата не все некоторые чихают самые такие задротики а это у нас утята вылупились вылупила их индюшка вылупила она у нас было 20 яиц 16 16 утят осталось 12 почему потому что я ее сюда пересадил им уже около шести дней да где-то так неделька может чуть меньше посадил ее пошел дальше по своим делам с утятами прихожу в общем два убитых полностью она их убила в голову два два раза наверно плюнуло да и все и двоих был просто клювик оторванный это не очень приятное зрелище конечно честно скажу вам я их так скажем утилизировал с помощью котов да вот такая вот дура где-то может моя вина есть что мне надо было сначала посмотреть как она к ним ну она их вывела она их вылупила с яиц я даже не ожидал что такое вот может быть первый раз честно у меня такое что бинюшка кого-то до убивала не понравились они есть не поняла на что за прикол должны быть индюшата тут вот такое вот чудо появилось на свет в общем их 12 самое главное чтобы эти 12 с этим было все нормально это 4 бегунка у нас еще вылупила одна индюшка та которая сидела белая всего лишь 4 бегуночка получилось и я их сюда пустил они их немножко вот эти постаршие обижают ну ничего страшного я думаю привыкнут я так время от времени наблюдаю сегодня дома поэтому думаю что ничего страшного с ними не будет утят от тяжелых линий двух хозяйств разных вывод очень хороший индюшка выводит утиные яйца прекрасно даже ничем абсолютно не хуже чем утка даже может и лучше поэтому вот еще одного покажу тоже такое зрелище не особо вот видите она ему здесь пробила голову у него прям дырка было немножко уже заросла но тем не менее он живой все нормально у него так что какие вот новости села сейчас я вам покажу у меня утка еще на яйца раз покажу этих индюшаток которых нужно переселить уже сегодня или завтра отсюда конечно-то я по освобождаю клетки выходных выходной завтра тоже поэтому будет время переселять их всех но тем не менее здесь у нас без потерь все хорошо все нормально до места мало можете не писать сам знаю но тем не менее в тесноте дом не в обиде им здесь уютненько и хорошо здесь падает тень на эту клетку поэтому имени жарко в них постоянно и укроп и все здесь есть и зелень и корм сейчас я им насыплю и водичка поэтому и вот индюшата скоро они будут намного лучше апартаментах жить заказал я еще сразу хочу вам показать поелки для ой поелки говорю кормушечки вот такие вот для кроликов везде где кролики посади поставил такие вот кормушки здесь такой запах обалденный стоит покосил я люцерну вот такие вот классные волки получились завтра их переверну да и такой-то погоде уже солнце жара скоро буду их слаживать уже но быстро провялиться просохнет нету смысла его пересушивать скажем покажу вам сейчас этих утят которые потихоньку превращаются у нас в уток здесь кто не знает эти четыре уточки и два уточка продаются но скорее всего если в ближайшее время их не купят то я двоих уток и вот такая за уберу буду убирать те которые не несутся здесь две уточки несутся я примерно знаю какие две не несутся поэтому уберу может сделаю что-то с них посмотрим и такие вот уже руанцы и хохлаты утки те которые я покупал на рынке напомню то что я брал новикого яйцо хотел хохлаты уток ничего не вывелась не вылупилась потому что при транспортировке все яйца струсились тоже яйца вставил под индюшку поэтому и либо претензии к инкубатору сразу же автоматически не принимается ну хочу я тоже завтра поехать еще раз на так на этот же рынок может этот человек и по тех уточек которые вылупились к тему . купить может еще будут если хохлаты у этого мужчины этого человека в общем этого продавца реализатора уток может еще хохлатых по на выбираю всех хохлатых если будут не будут так не будут прогуляясь по рынку посмотрю может куплю помидорок свежих может рыбка будет рыбку хочу купить так что в этом году было не на нескольких рынках несколько видео есть у меня на канале ну в этом году нету таких рынков как обычно очень мало птицы нечего принципе даже снимать нету много реализаторов нету покупателей все сидят читают журналы разгадывают кроссворды поэтому какой-то год такой себе первых но этому корма дорогие во вторых погода тоже дожди 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 ну сейчас уже нормализовалась но уже скорее всего никто птицу брать не будет утят естественно еще можно я уток буду всех садить своих на яйца которые будут на яйца и выводить утят потому что утятам в принципе что если их выводил в октябре вот эти утки октябрьские на секундочку то если они выведутся грубо говоря в августе это вообще шикарно как раз пойдет тыква еще будет много травы лучше всего конечно когда уже овощи во все арбузики дыни много отходов лучше всего для утят потому что в такой период как весна нету никаких таких вот вкусняшек для них кроме как трава поэтому утят рекомендую выводить летом а лучше всего июль август так что это что касается у нас уток здесь среди этих я так присматриваюсь одна всего лишь уточка та которая серая пьет воду на дальнем плане а все три селезня вот раз к маленьким хохолком за ним второй и вон большим хохолком очень хорошо что-то селезень красивый такой с такой вот мочалка сейчас приближу как видите его вот так вот вот там у меня уточка сидит сейчас она стала такой вот гнездо там больше 20 яиц я ничего не буду забирать о боже ужас какой пускай сидит себе сколько выведет столько выведет этих уток я отсюда заберу тоже тех зарежу если ближайшие там пару дней никто не купит люди там звонили интересовались может приедут таких я буду убирать троих и этих переселю туда а эту утку оставлю здесь на яйцах подселю сюда индюшат подселю сюда всех цыплят с тех бродеров которые у меня там и пускай уже живут здесь да пускай живут здесь все вместе чтобы у меня тут была одна большая поилка одна большая кормушка я вот это не бегал по этим бродерам потому что у меня очень много работы и на моей как сказать работе помимо того что вы мне надо бегать здесь там уже тоже пошел сезон поэтому будем делать вот так вот индюшата тоже некоторые приболели ну 3 сульфон я заказал и делаю им тоже едной шашкой закрой их там в клетку и едную шашку им тоже надо сделать генератор паров йода для профилактики такой чтобы у них дыхательные пути немножечко как скажем чтобы они перестали чихать чтобы там все очистилась в общем эту процедуру мы проделаем и все будет хорошо у меня уже такое было кориджинг от индюшата приболели и цыплята это все связано в первую очередь с погодой потому что у них в вольерах постоянно чисто и им перестилаю ежедневно что у так что у индюшат но вот и грязный потому что у них всего лишь два ведра здесь стоят с водой когда я буду выпускать уже туда то они там начнут купаться в большом коры и все будет у них хорошо будут они чистые 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 а так все-таки они грязь здесь разводят я перестилаю все равно здесь утка это та же свинья только теперь в перышках и поменьше ну вот принципе такие последние новости всем спасибо за просмотры и пишите комментарии ставьте лайки нажимайте на колоколай до новых встреч на просторах ютуба пока пока